заставить себя ждать новые партнеры которые присоединились сейчас вебинару я я дату и посту напишите если у кого-то еще висит юль не знаю вроде написали что все нормально андрей у тебя тоже висит еще у кого висит ребят все хорошо напишите еще кто-нибудь вот у двоих висит может быть что-то со связью не то нет вот андрей пишет все отлично у станислав все отлично ребят но тогда наверное перезайдите у кого висит да перезайдите у кого висит и я думаю что будет нормально все вроде у меня интернет хороший ведь у кого-то подвисает мне кажется это у вас какие-то сложности могут быть с интернетом выйдете из каких-то других браузеров может быть ребят ну вы большие молодцы давайте тогда приступим сейчас поставлю на запись надеюсь у меня запишется так дождите кто-то поставил это я поставила или кто-то поставил кто-то поставил да просто уже записывается рома наверно да поставил ребят ну давайте тогда расскажу расскажу о себе меня зовут горлова любовь я старший менеджер директор в открытой квалификации в бизнесе я уже год вот присоединилась я в конце пятнадцатого каталога 2016 года вот да на слайде показан мой рост до уровня директор и почему я именно да именно этот слайд поместила объясню не просто так тема которую я сегодня буду проводить она мне максимально близка потому что я до уровня директор я работала только по теплому рынку я работала только со знакомыми сейчас я совмещаю да и теплый рынок и холодный рынок уже поднабравшись опыта соответственно могу приглашать людей из и незнакомых людей но все таки тем не менее основной метод рекрутинга он у каждого я считаю у каждого бизнес-партнера должен оставаться это именно работа со знакомыми там больше и качественнее получается рекрутинга ну и соответственно люди уже знакомые люди за вами пойдут вот с людьми не нужно утепляться поэтому нужно знаком нужно знакомых приглашать я также пришла по приглашению своего знакомого это серёжа матвеев наш с вами наставник да и в была знакомая с ним до бизнеса не так долго но тем не менее мы познакомились и когда он не пригласил я уже в социальных сетях краем глаза видела что человек успешный что он чем-то занимается хорошим поэтому решила конечно рассмотреть его предложения после того как он меня пригласил я из тех людей которые но я всегда говорю я даю себе шанс я всегда даю себе шанс но шанс даю не со стороны я попробую у меня никогда не было такой в жизни позиции если я что-то делаю значит я делаю до результата вот когда я получу да я всегда я сказала сама начала я получу результаты тогда уже буду делать выводы что в этом бизнесе нужно делать и на самом деле очень быстро начала разбираться смотреть обучаться заменила все что у меня не ведет своим поставленным целям которые я сразу поставил на то что меня ведет да вы так же как и вы я заходила на вебинар в любой день недели суббота воскресенье мне было без разницы я не смотрю телевизор я не смотрю просто так социальные сети листа я не смотрю сериалы у меня нет телевизором начнем с этого уже три года я его не смотрю еще до бизнеса я перестала смотреть вот ну не три наверно два с половиной поэтому всегда делайте то что у вас сделает лучше чем вы были вчера что вас научить чему-то новому и особенно вы знаете какие возможности дает наш бизнес я думаю что вы уже все здесь прекрасно понимаете потому что вы здесь вот поэтому для того чтобы достичь своей цели естественно нужно делать какие-то ежедневные действия всегда нужно делать выбор всегда вот выбор между я считаю здесь выбор между тем что не приведет нас к цели и тем что приведет вас вот я выбираю то что меня приводят моей цели приближает приближать приближает приближает приближать вот поэтому давайте начнем наше вид на тема а тема моя любимая сразу скажу я люблю эту тему потому что я ее проживаю ты а проживая уже год в безум medios-и и делаю определенные выводы всегда анализируйте свои действия, всегда, абсолютно, то есть все, что вы бы не делали, вы всегда анализируете, хорошо стало получаться, проанализируйте, подумайте, почему стало получаться, что нужно делать для того, чтобы у вас так же продолжало получаться. Что-то не получается, тоже сядьте и подумайте. Подумайте, может быть, вместе со своим наставником, подумайте, покопайтесь в своей голове, что вы делаете не так. Всегда можно подкорректировать свою работу, поэтому рекрутинг на теплом рынке – это тоже такая корректировка постоянная. Есть определенные, так сказать, лайфхаки, которые я для себя подчеркнула, и как нужно рекрутировать по знакомым, как нужно приглашать в бизнес знакомых. Вот, я сейчас с вами поделюсь. Изначально, когда каждый из нас приходит в этот бизнес, и вообще, в принципе, на всех этапах в этом бизнесе у нас основная цель – это формировать команду. Нам нужно с вами, так как мы пришли сюда быть лидерами, быть организаторами, соответственно, нужно формировать свою команду. И формировать команду не просто, да, количеством людей, а количеством ключевых бизнес-партнеров. Ваша команда будет стабильнее, будет надежнее, будет расти быстрее и быстрее, если у вас будет больше и больше обученных профессиональных людей. Мы их называем ключевые бизнес-партнеры, да. Люди, которые выполняют функционал, которые не только говорят, да, у которых не только все проходит на уровне «я хочу», да, а которые «хочу, я делаю». Да, поставил перед собой цель, начал действовать и получает результат. Даже сталкиваясь с какими-то сложностями, а мы с ними все сталкиваемся, ни для кого это не секрет, мы, соответственно, продолжаем делать. Вот это ключевой бизнес-партнер, который ищет возможности, который выполняет функциональные задачи, который всегда на связи. Вот с такими партнерами хочется работать, согласитесь. С позитивным партнером, который всегда говорит на языке возможностей, а не на языке причин. Хочется работать, хочется развиваться. Но от нас тоже очень много зависит. Таких партнеров ведь надо найти, согласитесь. Они вот самостоятельно не всегда придут к нам в бизнес. И с такими партнерами нужно продолжать работать, да. Рекрутинг – это какая-то часть нашей работы. Естественно, вовлечение и сопровождение партнера – это очень важно в нашем бизнесе. Но, тем не менее, для того, чтобы вам было из кого выбирать, чтобы у вас была, формировалась каким-то, да, образом команда ключевой бизнес-партнеров, вам нужно рекрутировать. Это парт. Для того, чтобы, да, я всегда действую по принципу от обратного. То есть моя конечная цель изначально всегда, да, это найти своего ключевого бизнес-партнера, несколько ключевых бизнес-партнеров и сформировать эту команду и работать с каждым ключевым бизнес-партнером уже на результат. Но для того, чтобы найти команду ключевых, сфокусироваться на работе с ними, нужно их уметь выявлять, да. Как выявлять ключевых бизнес-партнеров? Выявляем мы их по действиям, ребята, не по словам. Я каждый раз проходила это тоже, да, и у меня было такое в бизнесе, когда я многих оценивала по действиям, ой, по словам, а не по действиям. Я говорила, все, 100%, это мой ключевой бизнес-партнер. Я называла людей ключевыми бизнес-партнерами даже у себя в голове, просто потому что они мне говорили, вау, Люба, это отличная идея, я буду делать. Я буду делать вот это, вот это, вот это, а по факту действий не оказывалось. Поэтому выявлять ключевых бизнес-партнеров нужно тоже уметь и фокусировать внимание именно на тех, кто делает. Вот, свое основное внимание всегда уделяйте тем, кто делает. Не думайте, что, ну, он уже делает, и смысл у меня с ним работать, он уже делает. Мне нужно подтянуть тех, кто ничего не делает, или тех, которые постоянно ищут какие-то отмазки, да, и, ну, не знаю, какие-то находят причины для того, чтобы не делать, делать, оправдывают себя для того, чтобы не делать. Нет, ребят, фокусируйте свое внимание на активных людях, на людях, которые делают. Вот им уделяйте большую часть своего времени. Вот, очень часто бывает так, что мы начинаем играть в игры жертв. Вы прекрасно понимаете, вы, я думаю, все знаете, что есть три категории людей. Это жертвы, наблюдатели, игроки. Вот работать нужно с игроками, мы ищем готовых людей, мы не психологи, мы не пришли сюда менять людей, да, и решать их проблемы. Мы пришли сюда помогать людям, которым нужна наша помощь. Работать с людьми, которые хотят изменений, которые просто делают для того, чтобы менять себя, менять свое окружение, менять свою жизнь, помогать своим близким и помогать так же людям, как и мы помогаем людям. Соответственно, вы являетесь ключевых партнеров для того, чтобы, да, вам работать уже с вашей командой. Вот у вас есть поток людей, вы рекрутируете. Соответственно, у вас должна быть качественная система включения и запуска нового партнера. Система запуска, система сопровождения, система обучения. Все это должно быть у вас, естественно, в команде. Я думаю, что ни у кого сейчас с этим проблем нет, потому что у нас очень крутые наставники, лидеры, которые уже создали свои системы, вот, которые передают их вам. Там обучайте своих партнеров так же, как вас обучают ваши наставники. То есть здесь придумывать ничего не надо. Система обучения создана, вебинары у нас проходят каждый день. Заходи, смотри, учись, слушай. Да, вот завтра, допустим, будет марафон по рекрутингу и по ЛТО. У нас всегда по воскресеньям проходят марафоны, где делятся своими результатами, и как у них это получается люди практики, которые так же, как и каждый из нас, пришел в этот бизнес совсем недавно, и уже у него получается, у него уже есть первые результаты. Как они это делают? Слушаем, 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 смотрим и применяем. Не просто смотреть, но и применять, соответственно, все, что я сейчас буду говорить, применяйте. Если будете применять, то будет получаться в любом случае. Слушайте каждого спикера всегда. Для того, чтобы, да, для того, чтобы, естественно, было кого запускать, вам нужен количественный рекрутинг. Ребят, здесь не бывает, в нашем бизнесе не бывает так, что сегодня я приглашаю, потом я неделю не приглашаю, потом снова приглашаю, потом не приглашаю. Рост ваш будет прямо пропорционален тому, что вы делаете. Если вы приглашаете каждый день, то и расти вы будете быстрее. Если вы приглашаете по настроению, то и расти у вас, рост у вас будет вот такой вот, да, сначала чуть-чуть вроде появились, потом исчезли, появились, исчезли. Вы знаете, и каким-то чудесным образом происходит так, что и люди появляются такие же, как вы. Вот если вы хотите себе хорошего, ключевого партнера, который реально делает, выполняет функционал, ответственный, надежный человек, на которого можно положиться, которому можно довериться, с которым приятно работать. Ребят, вот у вас будут появляться такие партнеры, если вы являетесь таким партнером для своего наставника. Всегда начинайте с себя. Я делаю. Задавайте вопрос не в первую очередь людям, которых вы приглашаете, а задавайте этот вопрос в первую очередь себе. Вот все, что вы хотите, чтобы вы делали ваш партнер, вам вроде иногда кажется, что нужно требовать, требовать в нашем бизнесе, это не вариант. Начните это делать сами, а ваши партнеры будут за вами повторять. Вот я вам гарантирую, будет какой-то у вас эмоциональный спад, или все, вам надоело что-то, или вам что-то не хочется делать, очень быстро обратите внимание на то, что с вашими партнерами будет происходить то же самое. Это на каком-то непонятном мне уровне происходит, но это происходит. Поверьте мне, у вас будут в команде люди, которые полностью похожи на вас. Всегда, когда вам что-то не нравится в вашем бизнесе, рост или то, что делают ваши люди, как они работают, посмотрите на свою систему работы, что вы им передаете, как вы их обучаете, что они дублицируют. Вот они дублицируют вашу систему. Поэтому сами начинайте выполнять функциональные задачи бизнес-партнера и обучайте своих партнеров делать то же самое, обязательно. У вас будут появляться надежные, хорошие, позитивные люди дела, я бы так сказала. Люди не слово, а люди дела. Поэтому первое, да, нужно организовать, организация, да, у меня поставлена здесь на слайде, организовать себя в первую очередь, свою систему работы. Если у вас есть 3 часа в день, час на рекрутинг, час на сопровождение, час на обучение, у вас есть больше времени, уделяйте больше времени. Но рекрутинг должен занимать, конечно, большую часть вашего времени на самом деле. Если вы особенно новый партнер, если у вас нет так много людей, которых вы лично сопровождаете, то в любом случае рекрутинг должен занимать очень, ну, должен занимать какую-то часть времени. Если у вас не так этого много времени, то научитесь организовывать себя и планировать свой день. Когда мне говорят, что у меня нет времени, я никогда в это не верю. Я знаю, что нет времени, говорят люди, которые не хотят работать над собой, которые недостаточно замотивированы, которые не хотят прийти к своей цели или у них вообще в принципе нет цели в этом бизнесе. Будут делать, будут планировать свой день, будут записывать в блокнот перед следующим днем, что они будут делать и реально будут выполнять. Если цель каждое утро поднимает вас и любого вашего партнера, задайте себе вопрос, ради чего я готов подниматься каждое утро и начинать делать, когда за мной никто не наблюдает. Вот, и то есть организуйте свою работу и тогда вы сможете организовать работу ключевой команды. Всегда все начинается с вас. Рекрутинг решает все проблемы и все сложности в этом бизнесе. Рекрутинг решает абсолютно каждый вопрос, вот любой вопрос, который вы здесь задаете, почему у меня там не получается, там люди приходят и уходят там, да. Может быть, у вас маленький рекрутинг и вы не акцентируете внимание как раз на удачах. Когда будет поток людей, поверьте, люди будут сами себя проявлять. Вот, с чего же начнем? С того, что на теплом рынке, почему я говорю о теплом рынке, я сказала, я рекрутирую всегда на теплом рынке, всегда зову своих знакомых, кто директор общения. Холодно не шла, я, если честно, даже не знала, что он существует. Мне об этом никто не рассказывал. Я пришла, я поняла, мне нужно звать своих знакомых. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, кто приглашает своих знакомых, вот всегда, да, и сейчас, и потом, и вообще, с самого начала. Принцип работы на теплом рынке – это ни за кого не решать. Вот, если вы новый партнер или вы не новый партнер, на самом деле, такой, ну, извините за вооружение, таракан в голове в нашей, он возникает у всех на любом этапе. Поверьте, эти тараканы были у меня, правда, не с самого начала, потом. Вот, у кого-то с самого начала, но я вот этого не буду приглашать, а вот этого я не хочу приглашать, а вот этот не пойдет за мной, ему вообще некогда, посмотрите, а у этой мамочки двое детей, когда ей вообще заниматься этим бизнесом, она там не успевает ничего делать. А вот этого человека бизнес свой, что он сюда пойдет, да, в сетевой, у него и так деньги есть. Вспоминайте сразу историю Эдуарда Васильева, когда его соседи, его же не позвали, которые теряют теперь каждый год огромную просто сумму денег, с которой могли бы получать его организации, в которой мы в том числе находимся, ребят. У меня по команде были такие ситуации, несколько ситуаций, когда тоже мой партнер не захотела пригласить свою подругу детства, представляете, они жили в разных городах, она не позвала свою подругу детства, и просто потому, что вот, ну, она из-за нее приняла решение. Она не пойдет, она не захочет, но я пока ее не буду звать, и вы знаете, в один день она была дома, и ей звонит, это ее подруга, которую она не позвала, и зовет ее как раз-таки в Арифлейм, что самое обидное, не в какую-то другую сетевую компанию, а в Арифлейм. Она зарегистрировалась и пришла именно создавать бизнес, именно строить бизнес и зарабатывать деньги, представляете, в первую очередь она решила позвать свою подругу, она не стала принимать за нее решение, как та это сделала, понимаете, и я вам хочу сказать, что этой девочке было очень неприятно, она прям, ну, была очень расстроена, потому что человек уже зарегистрировался, потому что она видит, что она работает, они пообщались, она увидела ее хороший активный настрой, и поверьте, это было одно не из приятных. И еще раз мы сделали выводы, что нужно приглашать всех. Таких ситуаций у меня по команде было несколько, и они периодически случаются, поэтому я каждый раз говорю, делай выводы, никогда ни за кого не принимай решение. Наша задача – донести идею бизнеса. Мы зовем взрослых людей, мы зовем не детей, они могут думать своей головой, поверьте мне, могут думать. Сейчас, когда я задаю человеку, любому человеку вопрос, тебе интересна тема денег? 99,9% отвечают интересно. Почему же ему не должна быть интересна тема бизнеса? Скажите, почему? Если ему интересна тема денег, большинству людей интересна тема денег, естественно, им будет интересна тема бизнеса. Правильно донесите идею бизнеса, и в процессе у вас будет все получаться лучше, 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 если вы только пришли. Научитесь рассказывать о бизнесе, научитесь говорить об этом, и тогда к вам будут приходить люди. Зовите всех, всех, всех. Перед тем, как рекрутировать, вы должны понимать и ответить себе на такие четыре, я считаю, важных очень вопроса. Во-первых, кто я? Кто я в команде бизнес-модель 21 века? Кто я для своего наставника? Кто я? Я ключевой партнер для своего наставника? Или я работаю по настроению, сегодня хочу, завтра не хочу? Кто я? Для чего? Я вам уже ответила на этот вопрос. У вас будут такие же люди появляться, такие же партнеры появляться, которые также будут вести себя, ну, как и вы себя ведете. Куда я иду? То есть это какая ваша цель здесь? Куда вы идете? Вот туда же вы ведете свою команду. Вы же понимаете, да? То есть если вы идете, если у вас цель стоит в ближайшее время, да, там год, два, поставили себе срок, сделать звание бриллиантовый директор. Значит, вы свою команду поведете туда же, правильно? Вы сделаете бриллиантового директора, когда у вас будет шесть директоров, значит, вы должны помочь шести людям выйти на уровень директора и помочь шести людям зарабатывать хорошие деньги, согласитесь. Зачем я рекрутирую? Вот зачем вам это нужно? Вы должны понимать, не просто вот, да, вам сказали, дали установку, что здесь нужно рекрутировать. Это нужно осознать, это нужно понять. Ваша осознанность, она будет передаваться людям, которых вы приглашаете. Вы будете, вы знаете, кто вы в этой команде, вы знаете, куда вы идете, и вы знаете, зачем вы рекрутируете, зачем вы приглашаете в бизнес человека, который, да, допустим, своего брата, свою сестру, свою подругу, вы знаете, зачем. Вы можете им это организовать. Это ответы на эти вопросы дадут вам четкую уверенность в этом бизнесе, четкую уверенность в себе, четкую уверенность в команде бизнес-модели 21 века и четкую уверенность в компании Айфлэйм и в вашей команде в частности. Поверьте мне, да, и вы должны понимать, какие вам нужны партнеры. Не просто, да, я сейчас не говорю, кстати, про целевую аудиторию. Целевая аудитория, хотите там, думайте, кто ваша целевая аудитория, хотите, не думайте, как бы, я считаю, что это не столь важно. Не столь важно думать, все, в моей команде будут только мамочки в декрете, или в моей команде будут только там, да, я не знаю, пары, да, молодые, все. Мы предприниматели, ребят, мы должны уметь приглашать абсолютно всех, абсолютно каждую аудиторию и каждого человека. Поэтому, если вам нравится выбирать для себя целевую аудиторию, выбирайте, если не нравится, то не выбирайте. Я приглашаю всех в этот бизнес, мне не важно, кто это, мне не важно, я готова помогать каждому, для меня важно только одно, чтобы человек был готов к изменениям, и ему захотелось, да, что-то делать для этого, и он начал делать. Вот это мне важно. Но я прекрасно понимаю, какой должен быть мой партнер, именно когда он уже является моим партнером, что он должен делать, какие функциональные задачи он должен обучать. Если я знаю, какой мне нужен партнер, значит, я знаю, чего ему нужно научить, правильно? Если я понимаю, что мой ключевой партнер – это человек, который приглашает, который делает 150 баллов, который обучается, который участвует в жизни, я всегда говорю, участвую в жизни в школы и классах, мне нравится эта фраза, да, я ее еще помню, потому что меня награждали всегда грамотами за активное участие в жизни в школы и классах. Вот здесь то же самое, активно участвовать в жизни команды, потому что мы работаем вместе, всегда быть на связи, ну, максимально быть позитивным, если честно. Я понимаю, что все мы люди, у всех бывают разные ситуации, но тем не менее, если человек постоянно ноет, 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 у него все плохо, все плохо, все плохо, то это передается и мне точно так же. Вот, я хочу разговаривать с людьми, которые говорят, что у него есть сложность, но он находит решение своей сложности, да, либо у него какая-то сложность, которую нельзя решить, и он говорит, ну и хер с ней, не могу я решить, и все. Соответственно, акцентируйте внимание на тех людях, да, которые как раз, которые как раз те люди, которые вашим представлением, ваши партнеры. То есть вы понимаете, кто ваш партнер, и тогда вы будете акцентировать внимание именно на таком человеке, а не на другом человеке, понимаете? То есть вы будете акцентировать внимание на нужных людях, вот, на тех, кто делает. Вот, поэтому задавайте себе обязательно эти четыре вопроса. Так, почему я не могу перелистнуть? Все. С чего начинать рекрутинг на теплом рынке и с чего его стоит продолжать всегда? Составление списка знакомых, оно не важно, это действие, оно не важно, когда вы в бизнесе. Месяц вы в бизнесе, первый день вы в бизнесе, неделю вы в бизнесе, год вы в бизнесе, да без разницы. Составление списка знакомых это важный момент на всех этапах. Поверьте мне, вы всех своих друзей никогда в жизни не позовете, всех своих знакомых никогда в жизни не позовете. Вы будете все время вспоминать каких-то новых людей, где-то они у вас будут всплывать в памяти, либо они будут давать о себе знать. Всех вы никогда не пригласите. Поэтому, когда мне говорят, что у меня закончился список знакомых и звать мне больше некого, я всегда говорю, да, ребят, Альбина Хафизова приглашала своих знакомых 8 лет. Она 8 лет работала только на теплом рынке. Это, ну, это сразу показатель, да, того, что вот этот человек качественно, да, работал на теплом рынке, он приглашал всех. Бывает, да, что неделя проходит, и новичок говорит, все, я больше никого не могу звать. Мы сразу возвращаемся к началу. Ты составлял список знакомых? Нет. Вот поэтому и звать некого, потому что ты не составлял список знакомых. Почему важно составить? Я объясню. Потому что когда вы составляете список знакомых именно по категориям, да, как это делала я, как это делают мои партнеры, именно по категориям, в вашей памяти всплывают имена, в вашей памяти всплывает больше людей. Смотрите, если вы просто садитесь, даете себе цель составить список знакомых, просто знакомых, вы начинаете вспоминать сразу с тем, сначала там ваших родственников, потом с кем вы ближе всего общаетесь, ваши подруги, коллеги на данный момент, может быть, с кем, ну, с кем чаще всего вы видитесь, с кем, может быть, не так давно виделись, и все, и в какой-то момент, да, возникает ступа. Почему вы больше составите список знакомых именно по категориям? Потому что когда вы начинаете писать по категориям, вы вспоминаете, допустим, члены моей семьи, и чисто семью свою пишете. Там, да, дальние родственники. Пишите дальних родственников, мои друзья детства, с кем я бегал вместе босой по улице, понимаете? Вспоминайте, ребят, у всех есть такие люди, и поверьте, вы их вспомните. Их можно найти сейчас благодаря социальным сетям, если вы даже не общаетесь. Там, допустим, соседи, соседей написал, бывших соседей вспомните, да, очень часто же меняются местоположения, а мы же были знакомы, можно созвониться, можно найти в социальных сетях, если вы живете в том же городе, можно приехать на чай, правильно? Вот, знакомые ваших знакомых, с кем вы, может быть, когда-то пересекались, можете посмотреть по социальным сетям, зайти к друзьям, к своим знакомым и посмотреть. Вот этого я знаю, вот этого помню, ведь очень часто мы даже смотрим лицо знакомое. Ну, где-то вы виделись, пересекались в одной компании, ну, напишите этого человека, ну, пригласите его тоже. Мы даже, вот вам, да, цель знакомства, блин, у тебя такое лицо знакомое. Мы с тобой вот где-то, у нас с тобой есть общий друг там, Наташка, да, вот мы с тобой, наверняка мы с тобой где-то пересекались, либо в общей компании, не напомнишь, вот не помню тебя, да, такой вариант. Коллеги ваши, бывшие коллеги, да, многие работали не на одной работе уже, какие-то специалисты, к которым вы обращаетесь, там, фармацевты, парикмахеры, врачи и так далее, друзья детства, друзья школы, вот прям вспоминайте по партам, кто где сидел, ребят, вот за первой партой сидел, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, всех вспомните, поверьте, и благодаря социальным сетям их всех можно найти. Какие-то увлечения, хобби и так далее. Новое знакомство, ребят, есть всегда, и заводите новые знакомства, вот где-то находитесь вы, ну, будьте вы общительным человеком, ну, познакомьтесь вы с человеком. Вот где-то вы там, допустим, вот у нас проходили курсы навыки современного предпринимателя, да, в Москве, я была ответственная за эти курсы, я приходила, брала ключ от нашей аудитории, и, естественно, я в этот момент общалась с людьми, которые сидят на ресепшене. В какой-то момент мне человек задал вопрос, а что вы здесь делаете-то каждую неделю? Я говорю, а хочешь узнать? Давай мне номер, я тебе позвоню, я не могу с ним разговаривать, мне было некогда. Давай мне номер, я тебе позвоню, мы с тобой познакомимся. Вот оно, новое знакомство. Не упускайте шанс, не закрывайтесь от людей. В нашем бизнесе нужно общаться всегда с людьми, нужно быть открытыми для людей, нужно заводить новые знакомства. Если вы любите людей, то, поверьте, у вас будут такие же люди попадаться, и вам все больше и больше будет новых людей у вас и новых знакомых. Где находить, как составлять список знакомых? Это телефонная книга, открывайте, смотрите. Вы смотрите вообще в телефоне, кто вас с праздниками поздравляет, кто у вас деньги занимает там, да. Очень много у нас всегда бывает там знакомых, которые просто нам кидают картинки на какой-то праздник. Вы согласитесь, у каждого, мне кажется, бывает. Мы с ними вроде как бы не поддерживаем общение, они нам просто картинки на каждый праздник кидают, там, с Новым годом, с 8 марта, с 23 февраля и так далее. Вот. Мы вроде не общаемся, но вспомните таких людей, откройте Viber, там, WhatsApp или еще что-то. Уже даже номер телефона нет, а они нам все равно пишут. Вот. Поэтому вспомните всех людей, кто у вас есть в телефоне. Вот телефон прямо пророется, телефонный список. Социальные сети, друзья, ну это вообще просто, просто самое обширное, да. Я когда пришла в бизнес, у меня там 200 с лишним друзей было. Сейчас-то у меня, да, тысяча благодаря бизнесу. Тогда было там 250 друзей, грубо говоря. Вот 250 человек потенциальных партнеров. Тогда потенциальные и сейчас потенциальные. Они всегда будут моими потенциальными партнерами. Вы понимаете, они же не могут быть все со мной сразу. Раз, по щелчку пальцев 25, 250 человек со мной. Нет, если он не сейчас ваш партнер, то это не значит, что он потом не будет вашим партнером. Он будет вашим партнером, поверьте. Времена меняются, жизнь наша меняется, у людей жизнь меняется. Это будет обязательно. Ежедневное общение. Ребята, с кем вы каждый день общаетесь? Вот общаюсь каждый день с этим человеком. Их, конечно, в первую очередь нужно звать. В первую очередь рассказывать тебе о бизнесе. Пойдем, пойдем, я тебе расскажу, пойдем будем, если вы только пришли. Пойдем, будем с тобой обучаться вместе. Я уверена в том, что я делаю. Рассказывайте о бизнесе всем и везде. Нужно помочь максимальному количеству своих близких. Максимально. Я всегда говорю о том, что мы помогаем людям. Мы помогаем. Не у каждого сейчас есть возможность начать свое дело. Без финансовых вложений, по готовой бизнес-системе, готовый продукт. И в поддержке просто сотен людей нашей команды. Когда тебя поддерживает очень-очень-очень много людей. И предоставляет тебе уже, по большому счету, готовый бизнес под ключ. Очень надежная компания. И предоставляет помимо доходов еще очень-очень много всяких преимуществ в виде автомобилей, путешествий и каких-то бонусных программ и так далее. Подарков, акций, да, это я уже даже не беру. Поэтому, если вы не можете с человеком увидеться лично, если вы не можете с ним созвониться, да, то начинайте с ним переписываться. Переписывайтесь и общайтесь. Вот, смотрите, у меня, вот это мои переписки, это, кстати, переписки мои в самом начале. Это вот старый слайд, да, я его даже не меняла. Это вот я только где-то пришла в бизнес совсем недавно. Видите, 26 февраля это было, да. Я пришла там почти в конце октября, в ноябре, ну, буквально там три месяца, да, декабрь, январь, февраль. Ноябрь, четыре месяца, да. Вот, это как раз я уже, наверное, открыла директора. Вот, на тот момент. Но чуть-чуть прошло времени, соответственно, да, привет, как твои дела, где ты сейчас живешь? Мы общались вот с Зоей, да, мы с ней жили в одном общежитии. Мы никогда не были подругами, ребят, никогда. Просто так получилось, что она жила в одной комнате с моей подружкой в общежитии. Все, мы с ней пересекались, я приходила к подружке в гости, мы с ней общались. Я нашла ее в социальных сетях, она у меня была в друзьях. Хотя очень часто у нас в друзьях люди, с которыми мы сейчас не общаемся. Нужно узнать сначала, как дела, ребят. Не сразу, да, я зову тебя. Сразу какой-то, вот сразу чувствуются, люди начинают, как будто вы что-то использовать хотите. Привет, хорошо, в Курске, там, да, интернатуру прохожу и так далее. Вот, долго вы учитесь. И тут я, кстати, никогда долго не размусоливала, на самом деле. Я говорю в бизнесе, а номера телефона у меня нет, ребят. Мы толком-то, телефоны уже поменялись на тот момент. Мы несколько лет не общались, я уже здесь жила, это уже, наверное, 4 или 5 лет после общения. Вот, вот, когда тебе позвонить? Так же, вот, допустим, там, Юля, вот, все отлично, рассказала, вот, 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 давай тебе с работы позвоню, давай, все. И она мне позвонила, и я их обеих зарегистрировала тогда. То есть, я всех уводила на созвон, ребят. Вот, несложно, согласитесь, созвониться, вот, там денег нет на телефоне. Живете в разных городах, всякое бывает, вайбер, ватсап, телеграм, скайп. Сколько сейчас социальных сетей, бесплатно созваниваетесь и общаетесь. Поэтому отмазки там, да, я не могу звонить по всей России, у меня, мне нужно много денег на телефоне, они сейчас не прокатывают. У всех есть ватсап, правда, у всех, да, а, ну, тарифы халявные, Станислав, они, это у нас уже есть тарифы халявные, когда мы в этом бизнесе, то есть мы, буквально, ну, не у всех же изначально есть, поэтому здесь вообще, вообще никакой проблемы нет. Поэтому выводите на телефонный разговор тех, с кем вы изначально не можете созвониться. Переписывайтесь, выводите на разговор, созванивайтесь сразу. Если у вас есть номер телефона, не нужно человеку смс-ку писать, ребят, позвоните. Почему нужно созваниться, я тоже расскажу обязательно. Телефонный разговор или личная встреча, да, во-первых, узнавайте, как дела. Не нужно сразу, да, говорить человеку, знаешь, у меня к тебе серьезное предложение, там, да, и сразу человек, раз, напрягся, и все. Нет, вы узнаете, как у него дела, как обычно. Вот я, допустим, привыкла со своими друзьями и знакомыми общаться очень легко, я говорю, о, привет, тысячи лет не общаюсь, что-то рассказывай, как дела, там, да, то есть, ну, вообще, очень просто я с людьми общаюсь, настолько просто, что мне вообще пофигу, я могу там прикалываться, они могут прикалываться, вот так вот я всегда общалась с вами знакомыми. Поэтому, если я звоню, я так же начинаю все со смеха, шуток, приколов, каких-то воспоминаний, ребят, можно же вспомнить, вот сто лет человек ко мне общается, а помнишь, мы с тобой в общаге на первом курсе в клубешник ходили там и так далее, вспомните, а что у тебя нового рассказываю, какие планы на жизнь, какие цели, где работаешь, да, там, допустим, бывшие там, с кем учились вместе, где работаешь, рассказывай, вот, что у тебя изменилось, какие перспективы в аптеке, вот я всегда спрашивала, да, как тебе в аптеке-то работает, я провизор по образованию, как зарплата, ну, вы знаете, ребят, как зарплата в аптеке, я думаю, вы прекрасно понимаете, поэтому ничего хорошего там, да, не светит, вот. Потом человек, естественно, ваш знакомый спрашивает, как у вас дела, а у тебя как дела, рассказывай, и вы тут начинаете рассказывать дико эмоционально о том, чем вы начинаете, начали заниматься. Расскажите сначала, да вот, ну, переехала я в город, как я говорила, да, в Раменское, Московское область, там, да, там, какое-то время назад, вот так-то получилось, работаю там медицинским представителем, представляешь, друг недавно в бизнес пригласил, как я, я говорила, друг меня в бизнес пригласил представить, сетевой бизнес. Я говорю, думала всегда аптеки свои открывать, ну, посмотрела я на наших с тобой бывших однокурсников, которые свои аптеки открыли, которые даже в ноль выйти не могут уже несколько лет, и поняла, что нафиг мне этот геморрой. Аптеки, когда они вообще не приносят сейчас никакой прибыли, потому что аптечные сети, они заполонили уже все. И я начала думать, что же мне делать, чем же мне заниматься. Согласись, да, ну, не хватает денег, там, в аптеке зарабатываете, или тем же медпредом работать, согласись, не хватает. Да, конечно, согласна, вот. И я начала, как бы, да, естественно, меня пригласил мой друг сразу, я думаю, дай-ка я разберусь с сетевым бизнесом, прикинь. Финансовых уложений не требуется. Уже готовая бизнес-система, обучают, помогают, там, я не знаю, вообще все в рот кладут, бери, делай. Вот, помогут всегда, можешь всегда позвонить, спросить, как, что, не знаю, обучают каждый день, вебинар проходит, прикинь, даже ходить никуда не надо, ты дома. Совмещаюсь сейчас с работой по найму, это вообще несложно, да. Среди ездил на работу, вернулся, у меня телефон даже с собой всегда, а телефон мой, это мой бизнес, как раз он весь в моем телефоне, вот. И вы рассказываете это эмоционально, представь, какие возможности. Вот друг, который меня пригласил, он софирный директор, Серега Матвеев, да, он, представляешь, у него, он вообще ни разу по найму не работал, ни одного дня, и квартира у него сто с лишним квадратов, и кредитов у него нет, как у меня, ипотеки у него нет, как у меня, представляешь? Вот, машина уже, да, меняет, как перчатки там и так далее, компания еще ввозит за границу, представляешь? Вот, там была, там потом рассказывала о том, как я была на банкете директоров, на менеджерской конференции в Олимпийском, представь, вот как часто люди, обычные люди, среднестатистических схем, в основном, дайте у нас сто процентов, как часто они ходят по красной дорожке на сцену? Вот как часто вы это делаете? Вот просто, вот без бизнеса. Да блин, мне кажется, вообще никогда, если честно. Вот, это, это, ну, это не обычная жизнь обычного человека. Вот, уровень жизни меняется, представь, и я рассказываю это в красках, вот что, что заинтересовало? Все, расскажите, расскажите все, пусть человек для себя выберет. Кого-то мотивирует путешествие, кого-то мотивирует доход, кого-то мотивирует, машину хочет, да. Вот я, допустим, когда пришла в бизнес, я за месяц до этого думала и представляла себя, как я выхожу и сажусь в белый Мерседес. Я не знаю, почему мне хотелось именно Мерседес, я не знаю, почему, но я так сильно хотела, ребята меня пригласили в бизнес, представляете? И я сразу узнаю, что автопрограмма на уровне бриллиантов, да, сейчас выбираешь любой автомобиль, и что я могу Мерседес себе позволить. А если бы я работала медпредом, поверьте, у меня ипотеки, кредиты, ну, это все, да, и, соответственно, еще как минимум 20 лет, пока я плачу потеку, я себе Мерседес точно не позволю, потому что выплаты очень большие в Московской области, я думаю, вы знаете, квартиры хорошо стоят. Вот, соответственно, понимаете, и вы начинаете человеку рассказывать о том, что вот она есть такая жизнь, как мы с тобой раньше думали, а есть жизнь другая. И ваш настрой, и ваша уверенность, и то, что вы рассказываете, это мотивирует людей действовать, это мотивирует людей идти к вам, ваша уверенность, запомните себе, запишите просто, не важно, что вы говорите людям, важно, как вы это говорите, не важно, если вы только пришли в бизнес и говорите, блин, я не знаю, как рассказывать человеку, блин, вообще, я как ты не смогу рассказывать, тебе не надо, как я рассказываю, не нужно. Ты, как я, будешь рассказывать тогда, когда ты пройдешь вот это вот, да, определенное время здесь. Когда ты расскажешь 50 презентаций бизнеса со своим знакомым, ты начнешь рассказывать, как я. Но сейчас тебе нужно просто рассказывать, и все. Помнишь, я уже сказала, ни за кого не принимай решения и начинай приглашать людей. Вот и все. Больше делать ничего не надо. Уверенность в бизнесе, знание ваших преимуществ в компании и партнера, возможностей компании. Этого достаточно для того, чтобы человека замотивировать. Кому-то нужно рассказать какие-то истории. Расскажите достижения своих наставников, ваши достижения. Вы знаете, у меня есть очень хороший партнер Даша Завод. Вот она сейчас, к сожалению, не на вебинаре, я знаю ее причину, но она посмотрит запись. Вы знаете, она вышла у меня на 6%. Ну, достаточно быстро, активная девчонка. У нее есть свои сложности, у нее есть свои победы. Небольшие пока, но победы. Вы знаете, она зарегистрировала несколько людей, своих знакомых, а они в бизнес не включились. Вот этот каталог начался, а она на шестерку вышла. И они автоматически тоже, да, команды их выделили. Они ничего не делали, а вышли на 6%. Вот, ну, просто, да, команды, вы знаете. И она начала им звонить и говорить, Катя, ты ничего не делаешь, а уже вышла на 6%. Представляешь, на 6% это аж 2 ступени, 3 и 6. Понимаете? Она так продала 6%, что люди говорят, да ладно, да ты что? Вот уверенность, понимаете? Они не понимают, что значит 6%. Не понимают, что там еще дальше есть, там дальше и дальше. Но согласитесь, во-первых, первые ступени, они самые сложные. Это уже победа. И она продала. Вот как вы умеете продавать стиль бизнеса, когда зовете своих знакомых, вот так и будут к вам приходить люди. Поэтому рассказывайте о достижениях, о больших достижениях, о маленьких достижениях, о своих каких-то достижениях. Да, да, поэтому рассказывай от себя и свои эмоции. Вот, это все правильно, Станислав, на самом деле. Здесь не нужно загоняться и говорить, блин, я не пойду своих знакомых звать, я не знаю, что им говорить, да говори как есть. Тебя заинтересовал бизнес. Вот расскажи то, что тебя заинтересовало. Расскажи о тех возможностях, которые ты для себя понял. Расскажи о достижениях своих наставников. Скажи, я еще говорю своим новым партнерам, даже если они с холодного рынка пришли, я говорю, скажи, меня подруга моя позвала. Назови меня подругой, назови меня сестрой, назови меня кем угодно. Вот, говори, что тебя пригласила твоя знакомая, у нее есть такие достижения. Расскажи о достижениях другого человека, какая разница. И мы это делаем же, сейчас же люди растут достаточно быстро. Вот, поэтому смотрите, еще очень важно, да, говорить предложение своим знакомым в ключе потребности. Что такое ключ потребности? Это может быть кому-то непонятно, да, у меня это профессионально уже изначально. Ключ потребности – это потребность человека, которого вы приглашаете. То есть приглашать его, и вы понимаете, что, да, и говорить о том, что эта возможность может решить твои сложности. Ну, или твои проблемы, да, я ненавижу слово проблемы, я говорю всегда в сложности. Проблем не бывает. Вы говорите о том, что, допустим, вы знаете, что человек, там, девушка, ваша знакомая, подруга, она очень хочет путешествовать. Она хочет дальше, я не знаю, дальше Крыма и дальше Турции поехать. Ну, ей очень хочется. Или она машину хочет. Или там, я не знаю, у нее какие-то сложности из-за денег. Может быть, я не знаю, еще какая-то мотивация, у нее вы знаете. Это же ваши знакомые, мы же говорим о знакомых. Вы приглашаете своих знакомых. Вот скажите ей, включи ее потребности. Вот этот бизнес, благодаря этому бизнесу, ты сможешь решить вот эту, вот эту, вот эту задачу в своей жизни. Она поможет тебе обрести финансовую свободу, и ты начнешь, там, да, вот это вот делать, вот это покупать, там, что тебе нужно. Вот реально, ты, у тебя сложности, может быть, у кого-то в семье сложности, согласитесь, у многих в семье сложности из-за проблем и ссоры из-за денег. Согласитесь, это очень большая, большая часть людей, которые ссорятся из-за денег. Не хватает, ну, то есть изначально, да, денег не хватает, начинается вот это, давай лучше вот это купим, да нет, давай вот это, там, вот это, вот это сломалось, какая-то вещь сломалась, люди могут поссориться. Хотя вы знаете, что каждая вещь, это фигня, ее можно купить. Вот были бы деньги, люди бы даже не зануды, сломался компьютер, да пошли в новый кубин, да вообще не проблема. Вот, соответственно, слушайте людей, с которыми вы разговариваете. Поэтому я сказала, вначале нужно пообщаться с человеком, узнать, как дела. Когда вы узнаете, как дела, и лишний раз промолчите, он рассказывает и замолчал, и вы помолчите секундочек несколько, человек начнет еще что-то рассказывать. Вот, или задавайте наводящий вопрос, ну, а как тебе, зарплата тебя устраивает твоя? Как тебе, как тебе, работа там устраивает, где ты работаешь? Вот, какие перспективы, перспективы тебя устраивают? Ипотеки, кредиты устраивают? Ну, вот зацепитесь за что-то, задайте вопросы, какие варианты еще есть, как ты считаешь? Вот, прикинь, а я нашел вариант, меня капец как тоже не устраивало, не представляешь, меня капец как не устраивало. Я нашла возможность, представляешь, это возможность, вот мне, допустим, сможет решить вот такую проблему, а тебе бы смогла вот такую. Как тебе идея? Давай вместе. Вот, поэтому потребность человека, не всегда, точнее, никогда людей не будут мотивировать ваши потребности, никогда. Если меня мотивировало вначале, я пришла и огрезла этим мерседесом, да, конечно, сейчас у меня уже другие потребности, вот, то кому-то вообще это не нужно. У меня есть люди, которым путешествия вообще никак не мотивируют. Ребят, представляете, а для меня это удивительно, как это, не хотеть побыть в Австралии, как это, не захотеть в Африку увидеть племена, как вообще, я не представляла, да. А люди, некоторые говорят, да мне не нужны твои путешествия, мне не нужны, машины мне твои не нужны. У него другие потребности совершенно, вот найдите эту потребность, особенно со знакомым проще, согласитесь, вам не нужно там сильно утепляться, он вам и так все расскажет. Вот, когда вы делаете презентацию, говорите уверенно, это вот самое важное, уверенно, четко, структурировано, даже если вы чего-то не знаете, я вам открою большой секрет, просто говорите. Человек, которому вы рассказываете, он вообще ничего не знает о бизнесе. Вот это вот прям вот такая большая-большая тайна решает многие проблемы. Я думаю, что это не тайна, конечно, просто рассказывайте, ребят. Вот даже что-то вот, ну, не так сказали, не так, как есть. Вы рассказываете человеку, который вообще ничего не знает, представляете? Вот представьте, вы были, вы побывали на каком-то фильме, какой-то офигенный фильм, и вы приходите к другу, говорите, слушай, я был на фильме на таком классном. А он говорит, а что за фильм? Ты говоришь, такой-то, такой-то, а ты был? Он говорит, не, я не был. Давайте расскажу, что там было. И вы начинаете ему рассказывать, и половину вы ему скажете, не так, как есть. Ты откуда он узнает, если он не сходит на этот фильм? Пусть придет проверить. Вот, поэтому я не говорю, что нужно врать. Я говорю о том, что нужно не бояться того, что вы чего-то не знаете. Не бойтесь этого. Человек, которому вы расскажете, он вообще ничего не знает. Ничего страшного в этом нет. Вот, вы потом узнаете, вы потом подкорректируете. Еще, почему нужно не бояться говорить то, что вы не знаете, да, потому что, когда вы приглашаете человека в бизнес, через буквально 10 минут он забывает вообще, что вы ему говорили. Поверьте, настолько у людей не запоминается информация вначале, просто вот все, вы пригласили человека, он не запомнил то, что вы ему сказали. Он услышал для себя конкретные слова. Деньги, доход. Кто-то услышит путешествия, кто-то услышит машины, кто-то услышит бизнес, кто-то услышит еще что-то. Кто-то услышит, там можно не работать, да. Ведь очень многие сейчас люди не хотят работать на дяде. Кто-то услышит еще что-то. Вот они отдельные фразы для себя какие-то услышат, и все. Вот это все, что они запомнят, вы на следующий день позвоните, и скажите, если вы мне не верите, вот новичка позвали, на следующий день позвоните и скажите, расскажи, что я тебе вчера рассказывал. Он вам расскажет то, что у него поместится в одно предложение. В одно, серьезно говорю. Он больше не расскажет, он не запомнил ни хрена, а не запомнил, потому что ничего не понял. Он понял одно, то, что здесь можно добиться того, что он хочет, и он услышал вашу уверенность. И он пойдет за вами, за вашей уверенностью. Вот. С чего начать, что делать? У всех возникает такой вопрос. Поверьте, да, с чего начать? Что нужно делать? Вы должны уметь ответить на этот вопрос. Просто подготовьтесь. С чего мы начнем? Мы откроем тебе интернет-магазин, создадим твой личный номер, логин, пароль, я тебе дам уроки обучающие, добавлю тебя в чаты, завтра посмотришь первые два урока, мы с тобой созваниваемся, обсуждаем и переходим к следующим действиям. Все, ребят, ничего сложного тут нет. Давай договоримся, что мы с тобой будем созваниваться и обсуждать все, что ты смотришь, обсуждать все, что мы делаем с тобой. Я тебе буду максимально помогать, все. Вот все, с чего нужно начать. Тебе нужно понять этот бизнес и начать действовать. Начнем действовать вместе, я тебе буду помогать. Просто будьте к этому вопросу готовы. Все вам будут задавать, что делать надо. Вот мало людей задают вопрос, что я получу, но вам нужно ответить на этот вопрос самостоятельно. Рассказываем мы сначала о возможностях нашего бизнеса, а потом мы переходим к тому, что нужно делать. И это правильная последовательность. Сначала человек понимает, что он в конце месяца получит зарплату, а потом он ради этой зарплаты будет делать, понимаете, каждый день ходить на работу. Если человек знает, что он в конце месяца не будет получать зарплату, да, обычный работник по найму, поверьте, он не пойдет на работу, не будет ходить на нее. Здесь то же самое. Если человек понимает, что он получит какой-то там дополнительный хороший доход или то, что его мотивирует, он начнет действовать. Но только сначала, да, нужно говорить о возможностях, потом говорить о том, что нужно делать. Поэтому рассказывайте сначала о возможностях данного бизнеса. Особенности рекрутинга на теплом рынке. Какие особенности? Очень важно ваше личное отношение и ваша уверенная позиция и доверие компании и команде. Ребята, это очень важно. Это передается на таком ментальном уровне, вы понимаете, вот чуть-чуть, если, давайте так скажу, если вы приходите к своему знакомому, к своей подруге, к своему другу, к своему родственнику и говорите, ты знаешь, Саша, я решила попробовать. Вот сразу, какой возникает у вас первый ответ? Я решил попробовать в бизнесе, а вдруг получится, а вдруг и не получится. Ну попробуй, правильно, Станислав? Правильно. Ну и попробуй, если у тебя получится, я к тебе приду. Вот вам же говорят, бывает, да, что новички говорят, допустим, новым партнерам, мне сказали, ну вот, когда у тебя получится, я приду. Может быть, они просто сказали, что они решили попробовать. Ну не пойдут люди за неуверенным человеком, который решил попробовать. Вы знаете, если вы решили попробовать, то вы зовете своих знакомых, и они чувствуют себя подопытными крысами. Вы решили попробовать и протестировать на них. А вдруг получится и у вас, и у них. Давайте тестировать. Давайте не тестировать. Давайте делать до результата. И результат будет у каждого, кто реально пойдет дальше. Кто решил не попробовать, а сделать до результата. Вот я сделаю директора, тогда буду делать выводы. Вот сделайте директор. Вот я сделаю бриллианты, тогда буду делать выводы. но зачем смысл делать уда если я позвал позвал пять человек и 5 мне отказали я говорю но не получилось я решил попробовать у меня не получилось я позвал людей мне не получилось или говорят блин я не знаю как 150 баллов делать капец вот эта позиция по я решил попробовать предложил каталог дал там я не знаю пару своим знакомым сказали да мне не нужно рифлеем да и не пользуйся твоим рифлеем все и да и он говорит блин все у меня это он не получится делать значение этот бизнес не получится почему не получится у меня тоже много чего не получалось я тоже слышу отказ я вам хочу сказать что мои самые близкие родственники сестры все зарегистрированы в этом бизнесе они начали включаться но они очень быстро ушли из команд и они сейчас единственный самый ближайший родственников это просто ник это мой родной брат с моей со своей женой они в этом бизнес мои сестры все потому что они решили попробовать их приглашал и что теперь и что теперь я скажу что нет мои сестры не пошли я не пойду мои лучшие подруги ни одна не в бизнесе мои лучшие подруги многие зарегистрированы ребята многие сервисы они регистрировались они приходили многие даже что-то пытались сделать вот но сейчас но они многим не отказали сразу и до сих пор говорят нет ничего никогда ну блин ну что теперь но если это не но если они не хотят что-то менять своей жизни они но когда-то может быть захотят а может и не захотят вышли мне говорят отказа значит что значит у меня не получится нихрена у меня получится поэтому ребят приглашайте всех своих знакомых приглашайте у меня есть знакомые которые пришли ко мне после того как я их второй раз позвала третий раз позвала Некоторых по 4 раза звала. Многих сейчас сижу, снова пишу. Я не удаляю переписки. Я вам сразу рекомендую, не удаляйте переписки в контакте со знакомыми. Вы через какое-то время вспомните, да, откройте, решите снова написать своим знакомым тем же самым. Вы откройте переписку, о чем вы общались до этого. И вы прицепитесь к тому, что вы приглашали, вы посмотрите. Я, допустим, сейчас переписки свои вначале читаю и думаю, блин, какую ерунду я писала. Ну, сейчас я уже думаю, какую ерунду я писала. Но, тем не менее, люди соглашались, люди приходили, кто-то отказывал, ничего страшного. Сейчас вообще есть голосовые сообщения в контакте. Ребят, вообще грех жаловаться. Когда я начинала рекрутировать, не было голосовых. Я сейчас сижу знакомым, пишу голосовых. Слушай, я тебя приглашала тогда, да, ну, как у тебя сейчас дела? Что у тебя сейчас нового? У меня смотри, что нового. И рассказываю о себе, рассказываю, что у меня изменилось. Даже если, вот, как моя Дашка, да, на 6% вышло, извините, да, на 6%. И она это, знаете, как продает. Вы знаете, как она своим знакомым рассказывает. И те, кто уже в бизнесе, и тем, и не включились, и те, кто отказали. И она говорит, слушай, ну, вот ты пока отказываешься, пока ты тут сидишь, я уже на 6% вышла. А то у тебя ничего не изменилось в жизни. Вот, поэтому очень важно ваше личное отношение и ваша уверенная позиция. Теплый рынок не любит шаблонов. Если вы будете человеку говорить чисто шаблонными фразами, это, ну, это не работает, ребят. Я пробовала вначале, я написала себе на листочке то, что я буду говорить. Я звонила своим знакомым и говорю, сейчас я тебе расскажу. И, короче, читала. Знаете, что в ответ я слышала? Тишину. Человек вообще ничего не понимал. Я поняла, что я, что я читаю, я вообще не понимаю. И человек тоже не понимает, потому что я просто, просто не понимаю, что я говорю. Я говорю, я говорила, стоп, хорошо, ты ничего не понял, давайте я своими словами расскажу просто и все. И я начинала человеку рассказывать своими словами, пусть неправильно, пусть не очень, не очень вот это вот все было слажено, да, какой-то. Но я говорила уверенно, я понимала, что здесь можно зарабатывать деньги, и этого было достаточно. Поэтому к каждому имейте индивидуальный подход. С каждым общайтесь, с каждым подходите лично, у каждого своя мотивация, ключ потребности, да, у всех свое. Общайтесь с людьми так, как хотите, чтобы они общались с вами. Презентовать возможности бизнеса, что получит в результате. Это тоже очень важно, да, я уже сказала. Сначала говорите о возможностях, потом говорите, что нужно делать. Сначала о возможности, потом что нужно делать. Такой порядок обязательно. Анализируйте свои действия. Вот у меня приходят новые партнеры сейчас, или я когда рекрутировала, допустим, да, в самом начале, или сейчас рекрутирую, вот отказал человек, ребят, что я делаю? Вот мне отказало подряд несколько человек, что я делаю? Я беру, если это сначала переписка, потом телефонный разговор, я думаю, а что я говорила-то человеку? Что я писала человеку, что я говорила человеку, что не так? Я думаю, блин, наверное, вот это нужно поменять, вот это нужно поменять, вот это. Покопайтесь, покопайтесь, что вы делаете, и вы уже будете понимать, что не так. Корректируйте, не бойтесь корректировать. Если вы один, второй, третий раз пригласили, вам нет, 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 ну подредактируйте чуть-чуть свою презентацию бизнеса, и все будет нормально. Пообщайтесь со своим наставником, он у тебя спросит, пришли свои переписки, запиши свой телефонный разговор, да, сейчас же есть приложение в телефоне, записывайте свой телефонный разговор. Если у вас iPhone, нет приложения, я знаете, как записываю? Я записываю, у меня вон программа на компьютере, я экран, экран монитор записываю, там слышно мой голос, я прямо записываю и могу скинуть своим партнерам, чтобы они послушали. Вот, можно найти, поверьте, возможность записать разговор, если вы хотите проанализировать вместе с своим наставником. Может быть, он послушает и услышит что-то другое. Мне новые партнеры присылают свои переписки, они знакомых начинают звать, вот Наташка пришла и говорит, 10 человек сегодня позвала, все отказали, или все, а при том, что она не сама позвала, они сами к ней пришли, она пост выложила, и они ей начали писать, 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 писать. И прямо, нет, 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 прям в первый день. И она говорит, блин, все нет. Я говорю, хорошо Наташ, давай скидывай переписку. Она мне скинула переписку, я смотрю, а там столько цифр, ребята, просто мозг взрывается, да, и соответственно, думаю, блин, наверное, они просто не понимают. И все, я говорю, давай вот так, давай вот это, вот это, вот это. Скинула ей, говорю, вот скомпанурию для себя новую презентацию. Она сделала на следующий день, у нее уже было 2 или 3 регистрации, ребята. Понимаете? Анализируйте, редактируйте, не сидите на месте. Это в бизнесе всегда. Вы должны быть как пластилин. Вы должны постоянно что-то менять, постоянно что-то придумывать. Вот сейчас это работает, потом вот это работает, презентация, сейчас я говорю так, потом я говорю так. Не бойтесь изменений. Вот раз, начала работать, ну используйте это. Работает этот метод, используйте, говорите так. Вот, делайте анализ, корректируйте подачу информации и параллельно развивайте личный бренд. Те, кто вам отказывают, поверьте, ребят, они к вам придут. Они вам сами напишут. Или вы им напишите. Будут люди, которые не будут решаться, прийти, поверьте. Но вы им напишите, и они скажут, да, мне интересно, я давно за тобой наблюдаю. Но они ждали, блин, пока вы их позовете вот сами, но не решаются они, и все. Понимаете? С самого момента регистрации развивайте свой личный бренд. Говорите о своих достижениях. Небольших достижениях, но говорите о них ярко, говорите о них быстро. Когда вы услышали нет или я подумаю, это мы слышим очень часто, согласитесь. Я каждый день слышу нет, я каждый день слышу, я подумаю, я слышу столько отказов, ребята. Я уверена настолько в себе, я уверена настолько в компании, я уверена в команде, я обожаю Reflame, я просто вообще живу этим бизнесом. Ребят, меня ночью разбуди, я расскажу презентацию бизнеса. Я считаю, что это делаю хорошо, вот, уже хорошо, да, но я слышу каждый день нет. Не в нас дело, дело в людях изначально, но мы можем это изменить, если это теплый рынок особенно. Во-первых, спросите причину, почему ваш знакомый не хочет присоединиться. Дайте, как я еще у знакомых спрашиваю, я говорю, слушай, а почему нет, расскажи, может быть, ты что-то знаешь, чего не знаю я, может, я это не туда попала. Я не сомневаюсь в себе, я сразу скажу, я это делаю специально. Может быть, я что-то не так делаю, я всегда говорю, может быть, ты мне расскажешь, что, чего я не знаю, а то, блин, может, я встряла. Вот, и люди начинают, да нет, или вот это, я думаю, вот это, и сразу, не понимаете, и сразу возражения всплывают. Я думаю, вот так, я думаю, что вот это, и вот это, и вот это, да тут надо приглашать, да у меня не получится. И тут вы, слушай, ну я так, и смотрите, сейчас еще такой небольшой лайфхак, как работать с возражениями. Вот вам говорят, там, какое-то возражение, как с ним работать. Вы знаете, да, есть методика, сначала нужно присоединиться, да, присоединение. Вот, первое, то есть согласиться с позицией человека. Это не значит, что человек говорит, это лохотрон, и ты говоришь, да, это лохотрон. Нет, да, сейчас очень много лохотронов, я с тобой согласен. Финансовых пирамид пруд пруди, ну я всегда говорю, без лоха и жизнь плоха. Пока есть люди, которые ведутся на эти пирамиды, они будут существовать и будут процветать. Но, но обратите внимание на компанию Арифлайн. Но я не это хотела сказать, я вам хотела сказать идеальное присоединение, которое работает абсолютно на все возражения, на все. Вот что бы вам ни сказал человек, вот что бы ни сказал, вы присоединяйте. Я присоединяюсь сейчас практически всегда так, даже если это не так. Я говорю, я тоже так думала. Вот вам говорят, это лохотрон, предприкинь, я тоже так думала. У меня не получится, я тоже так думала. Я в это не верю. Блин, не поверишь на так, я тоже так думала. Вот еще, понимаете, это искренне должно быть. Вот присоединение, это вот понимание, это во-первых, вы присоединяетесь, сразу никакого напряга между вами и с людьми нет. И во-вторых, вы не сопереживаете, а понимаете человека. Вот вы понимаете, вы говорите, я тоже так думала, я тоже этот этап прошла. На любое возражение можете сказать, присоединиться, я тоже так думал. Потом я разобрался. И потом я понял, что вот так, вот так, вот так. У меня просто уже есть здесь определенный опыт, понимаешь. Я тоже изначально так думала, ну так-то, так-то, так-то. И вы здесь уже можете смягчить и рассказать, как есть на самом деле. Если нет, то нет, ребят, не все будут с вами, вы должны это понимать. Вот. Я подумаю, всегда спросите, задайте вопрос. Вот скажи, это вежливый отказ или тебе нужна дополнительная информация, чтобы изучить? Ваш знакомый вам расскажет, ребят. Вот расскажет, поверьте. Блин, на самом деле, Лёв, не хочу. Ну не хочу, вот, ну вообще не хочу сейчас напрягаться. Вот как мне подружка одна сказала, она говорит, Люд, я хочу детей, вот я хочу ребенка. Вот она не может забереть, она говорит, блин, я вот так хочу ребенка. И вообще я хочу, чтобы мой муж напрягался. Она говорит, я вообще в этой жизни, ну не в этой жизни, а вообще сейчас, не хочу напрягаться. Я верю, что это работает, я верю, что это классно. Но не хочу я сейчас напрягаться. Вот и все, понимаете? Вот это вот, вот так вот у человека. Это вежливый отказ. Вот. И что я ей сделаю? Я говорю, ну не хочешь, не надо. Я ее приглашаю периодически. Она до сих пор не со мной, это моя хорошая подруга. Она до сих пор не хочет сейчас напрягаться. Ну что я ее буду заставлять? Что я буду тянуть? 96 процентов, 98 почти, да? 98, почти процентов в России вообще не зарегистрированы ни в каких сетевых компаниях. Ребят, ну что я буду думать? О знакомых сколько? Вот. Поэтому, если вам говорят, я подумаю, всегда спросите, вежливый отказ или дополнительная информация? Если дополнительная информация, ну скиньте человеку дополнительную информацию. Скиньте какую-нибудь историю успеха, скиньте там что-то о бизнесе. Может быть, БМД книгу сейчас информации вообще куча. Если, да, если совсем нет, человек говорит, хорошо, смотри, ну ты же знаешь компанию Арифлэн, ты же знаешь, что компания производит высококачественный продукт. Давай ты станешь владельцем своего интернет-магазина, будешь себя со скидками продукты делать. Сейчас вообще новогодние каталоги. Посмотри, сколько там акций, посмотри, сколько там скидок. Знакомые у тебя будут покупать, да? И параллельно, то есть, как бы, да, у тебя есть определенные выгоды. Во-первых, в розницу ты не покупаешь качественный продукт. Давай посмотрим правде в лицо. Между тобой и производителем в розничной торговле миллионы просто посредников, которые, ну, которые на самом деле, ну, их очень много. Вот. Поэтому ты можешь делать покупки, не выходя из дома. У тебя есть скидка растущая на весь продукт. Будешь делать 150 баллов, будешь расти, у тебя скидка будет расти постоянно. Тебе это выгодно и так далее. Вот. А может быть, захочешь когда-нибудь бизнес строить, а у тебя уже команда есть, да? И ты уже будешь включаться, ты еще будешь в нашей системе. Вот. И продолжайте, если нет, ну, если да, да, нет, нет. Приглашайте также еще, смотрите, здесь не написала демо-версию. Но человек говорит, нет, не хочу. Вот. Или нужна информация. Давай, вот тебе нужна дополнительная информация, я тебе предлагаю такой вариант. Мы сейчас с тобой создаем тебе личный кабинет, я тебя регистрирую, я тебя добавляю в наши чаты, я тебе отправляю там какую-то информацию про бизнес, ты начинаешь изучать потихоньку. Я тебя не дергаю, я тебя не тороплю, ты у нас в чатах видишь всю информацию, ты изучаешь. Мы с тобой периодически будем переписываться, созваниваться. Когда ты рассмотришь эту всю информацию, то есть это демо-версия, вот. Ты уже как-то внутри, да, внутри команды будешь, внутри системы, зайдешь на вебинар, посмотришь, там, еще зайдешь, что-то послушаешь. Парад успеха, марафон какой-то. Услышишь успешных людей, у которых получается. И сделаешь свои определенные выводы. Я тебя торопить не буду. Если ты не включишься в бизнес, через два месяца твой номер из компании удалят. Финансово вкладываться не надо, ты ничего не теряешь, ничем не рискуешь. Включишься, будешь зарабатывать. Не включишься, твой номер удалят. Компании не нужен неактивный интернет-магазин. Давай, давай, все, понимаете? Вот, соответственно, это тоже, я здесь не написала, это демо-версия. Я такую предлагаю всегда. Вот, если нет совсем, продолжайте общаться со знакомым. Не говорите, слушай, ну ты дурак, а. Да, ну ты, ну просто ты не себе, не мне нет сказал, ты себе нет сказал, ты лох вообще. Ничего у тебя в жизни не получится, и вообще мы с тобой больше общаться. Не буду хлопать эти двери и уходить. Так не делайте никогда. Не нужно спорить и доказывать, что люди дурачки, и они ничего не понимают. Но не время сейчас, но не время для них, понимаете? Не время, нет достаточно мотивации и так далее. Придут, может быть, придут, а может быть и не придут. Не все будут в бизнесе, не все будут богатыми, успешными людьми. Кто-то должен быть врачом, правильно? Кто-то должен улицу подметать. Правильно? Кто-то должен быть, я не знаю, преподавателем. Вот, соответственно, ну это нормально. Рассказывайте периодически о своих достижениях. Те, у кого монетка провалится, они придут к вам. И попросите у него рекомендации. Ребят, сразу, еще один лайфхак вам, говорю сразу. Да? Если вы пригласили своего друга, он вам категорически сказал, нет, не время, там не хочу. Это ваш друг, это ваш хороший знакомый. Расширьте свой, да, свое, свое поле. Вот, скажите ему, слушай, давай так, там, я не знаю, подружка Наташа пусть будет. Да, смотри, Наташа, я поняла, что тебе этот бизнес не нужен, можно я твоих друзей буду звать? Вот, ВКонтакте. Вот у вас есть друзья, допустим, да? Да, вы есть друзья ВКонтакте, а у Наташи там 200 друзей. Можно я твоих друзей буду звать? Если просто, ну, я буду просто ссылаться на твою рекомендацию, что ты сказал, что человек активный, хороший, целеустремленный, там, да, и все у него в жизни получится, там, да, и так далее. И все, вы хорошо с человеком общаетесь. Хорошо, если просто человек у тебя спросит, скажи, что, ну, как бы, это не случайно, да, это моя знакомая, я действительно знакома с Любой Горловой, я действительно ее знаю, это не спал, все нормально, не переживай. И человек уже, то есть, очень часто же бывает, да, и вы можете уже писать знакомому своих знакомых. Это такой полутеплый рынок, это не холодный и не теплый, это полутеплый. Вот, и вы говорите, привет, привет, там, я не знаю, Валя, привет, Валя, меня зовут Люба, слушай, мы с тобой не знакомы, но у нас есть общая знакомая Наташка, там, да, и фамилия. Она вот мне тебя порекомендовала, как очень перспективного человека, очень активного, целеустремленного человека, и сказала вообще, что ты, ну, супер-мега-стар просто. И я на самом деле являюсь работодателем, развиваю сейчас свой бизнес, вот, и мне как раз нужны такие. Вот Наташка мне про тебя рассказала, мне такие нужны люди в команде. Мне нужны люди, которые хотят зарабатывать деньги. Она сказала, что вот тебе бы, ты бы вот хотела бы зарабатывать хорошие деньги. Это правда, неправда? Если тебе интересно, давай я тебе расскажу подробнее. Ну, найдите подход, сделайте человеку комплимент, напишите ему там, да, что вы по рекомендации, сделайте комплимент, почему вы по этой рекомендации решили написать. Напишите, кто вы, и сделайте предложение человека. Ну, ничего же страшного в этом не будет, правильно? Ну, скажет неинтересно, значит, неинтересно. Скажет интересно, значит, интересно. Я вообще в идеале считаю, что этот метод нужно делать голосовыми, прямо в контакте, чтобы не думали, что спам. прям волосом записывать и все вот поэтому просите всегда рекомендации и говорите о том что можно я твоих друзей приглашаю представьте если вам пять друзей отказала пять друзей ваших самых близких вы им говорить можно я по твоим друзьям пойду если что я на тебя ссалаться буду хорошо ты ничего не теряешь вот хорошо все и что какие три правила повышают эффективность это я уже наверное сказала это такая резюме это резюмирование а то я уже и так долго задерживаюсь блин вам спасибо большое что вы сидите не уходите вот я любительница долго разговаривать так редко веду вебинары потому что плотно все у нас что привод на не могу насытиться вот ваш настрой это первое ваша уверенность вы даете возможность ребят позиция дающего они просящего пожалуйста я вас умоляю никогда спасибо он больше пожалуйста я вас умоляю ребята никогда 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 никого не уговаривать и не навязывайте себе что это нужно кого-то уговорить вот когда я слышу что человек мне говорит были любка пет снова рекрутировать вот мне так не хочется вот если вы понимаете что вам рекрутинг это вот как каторга вот вы садитесь и думаете блин нужно людей приглашать а так не хочется капец вот если вы даже вот не говорите это чувствуете внутреннюю в себе что буду вот вы знаете вот когда я не дал как в детстве школу идти не хочется да вот ну блин придумаю температура натру себя там я не знаю градусник воду горячую опускаем что-нибудь придумать вот тоже самое вот мы не хочу все не хочу сразу сразу понимаете вы не хотите только или ваши партнеры то же самое вы не хотите только потому что вы начинаете вам кажется что вы уговариваете людей у вас в голове вот это вот сидит что вам нужно кого-то заставить уговорить как на те мне говорят это привлекать надо я ненавижу это слово кого мне надо привлекать я даю людям возможно может быть они такую возможность никогда в жизни не получит понимать вы понимаете вы понимаете насколько вы можете изменить вообще все что происходит вокруг вас и вокруг ваших знакомых вы только представьте эту глоба вот эту масштабность глобальности вот вы помогли своей подруги, а у нее семья, а у нее, допустим, двое детей, у нее есть родители, вы помогли ей, вы ее пригласили, вы ей помогли разобраться в этом бизнесе, она стала бриллиантным директором, она помогла родителям слетать за границу, она исполнила мечту своих детей в съезде в Диснейленд, она начала помогать, там, я не знаю, бездомным, там, да, заниматься благотворительностью, просто один человек, вы пригласили его в бизнес, а он вокруг себя помог очень множеству людей, а изначально все пошло от вас, понимаете, это настолько, это настолько непередаваемое, мне кажется, ощущение, вот я когда приглашаю людей, я говорю о том, что я даю возможность, если ты заинтересован, если ты хочешь, если ты готов к изменениям, я тебе помогу, но мы с тобой должны идти в одном направлении, мне важно, чтобы ты здесь зарабатывал, я зову тебя зарабатывать деньги, я буду, я сделаю так, чтобы ты зарабатывал деньги в моей команде, ты будешь зарабатывать, но если ты этого хочешь, если ты будешь делать действие, тогда у нас с тобой обязательно получится, понимаете, не получится, если человек не хочет, а вы хотите за него, у меня было такое, я за многих людей хотела, мне, я звонила Сереже Матвееву, Лёше Саргаеву и говорила, я не понимаю, почему, почему они не делают, почему, им же это надо, у них же вот это, вот это, вот это, нет, им же это надо, они говорят, им это надо или тебе это надо, ты за них хочешь, ты хочешь за них, они не хотят, им это надо, и я говорила, надо, понимаете, я говорила, надо, и я за них делала, делала, тянула, тянула, тратила на них все время, я просидела какое-то время вот так вот с людьми, которые ну реально не хотели, а я говорила, да вы чё, это ж теплый рынок, ребят, вы понимаете, в чем прикол, это же ваша подружка, с которой вы очень хорошо общаетесь это же теплый рынок но она не делает ну что вы как вы изменить если она не делать вы понимаете что я это надо может быть она ахета понимаю что это надо но вы не сделаете за него вы дадите всю информацию поможете но вы не сделаете за человека я ухожу как всегда где вот поэтому уверенность и спаси всегда бути приглашающим помогающим человекам и дающим возможность, понимаете? Да, я радуюсь полезно, Максим. Вот, поэтому давайте людям возможность, никогда никого не уговаривайте. Вот это от себя сразу прям уберите, вот сейчас прям, перечеркните, вы никого не уговариваете. Вы приглашаете людей в бизнес, извините. Я была на Синерджи Глобал Форум недавно, 20 тысяч человек. И поверьте, каждый из этих 20 тысяч человек хочет свой бизнес. У кого-то там он уже есть, но поверьте, у большинства людей, которые там сидели сверху, да, не в ВИП-зоне, а сверху, бизнеса своего нет. Но они сидят с горящими глазами, они хотят, они хотят, они ищут возможность. У кого-то нет денег, у кого-то нет бизнес-идей, кто-то уже прогорел, понимаете, да, на традиционном бизнесе. Они хотят, люди хотят реально, у них нет чего-то, не хватает. Компания Арифлэм дает все. Ты не вкладываешься деньгами, у тебя готовая бизнес-система, у тебя есть команда, у тебя есть наставники, у тебя есть люди, которые тебе помогают. У тебя есть бизнес-план, маркетинг-план, его тоже придумать не надо. У тебя есть готовый, качественный продукт, логистика, транспортировка, доставка. Вообще делать ничего не нужно. Тебе это все преподносит на блюдечке, бери, доделай. Ты даже задашь вопрос, что мне нужно делать, чтобы мне стать успешным человеком, чтобы мне зарабатывать 200, 300, 400 тысяч рублей. Тебе ответят на этот вопрос. Делай вот это, вот это, вот это. Хочешь, мы с тобой вплоть до ежедневных действий это все доведем? До ежедневных действий. Вот будешь каждый день делать вот это, у тебя получится вот это. Не будешь делать, не получится, все в твоих руках. Поэтому не надо никого уговаривать. Давайте возможность людям. И они будут серьезнее относиться к этому. Вы не уговаривайте, и вы учите своих людей не уговаривать. И у вас люди такие же будут уверенные, как и вы, понимаете? Если вы вот так вот все время мешкаетесь через себя, переступаете, ну ладно, давай попробуем, а вдруг получится. Ну и что? Ну что, а вдруг не получится, и что теперь, мы плакать будем? Блин, если вы настроены, давайте возможность, не уговаривайте никого, будьте уверены в том, что вы делаете, и все. В начале пути изучите историю успеха. Вот изучите, как вот, я не знаю, там в неделю, там две истории успеха. Смотрите какие-то истории успеха вебинары, это тоже очень важно. Когда вы людей приглашаете, кто-то приходит на истории. Наш бизнес, это бизнес истории. Вот вы вспомните, да, вот вы приглашаете мамочку в декрете. Вспомните там историю, я не знаю, там Таня Кирикова, да, или у нас мамочек в декрете успешных куча. Расскажите историю там, да, приглашайте студента, расскажите там про Олега Плешкова, про Дашку Покровскую. Вот, ну то есть вообще без разницы, приглашайте предпринимателей, расскажите, как у нас предприниматели развиваются в бизнесе. Ну вот, расскажите, да, историю какого-нибудь человека, это реально людям нравится, и они начинают, ну, как бы, думать об этом, визуализировать, представлять и приходят. Говорите о возможностях, потом уже о действиях, это я уже сказала, не буду разбирать. Ваша позиция, делать до результата, это я сказала, да, если вы решили попробовать, то лучше не пробуйте. Либо вы делаете до результата, либо вы не делаете ничего. Зачем пробовать? Зачем тратить свое время? Зачем? Если вы не хотите дойти до бриллиантового директора, если не хотите даже до золотого дойти, ну зачем? Ну смысл, смысл пробовать, да не получится ничего. Не получится. Только так. Анна, да, Анна Зацанникова, да, спасибо, Анна. Да куча, куча историй. Ютуб-канал всем в помощь, я изучаю его, у всех вообще подпишитесь, досмотрите. Вот, готовность работать с возражениями, да даже если не сразу. Вот, если вы вот недавно пришли, если вы не знаете, или у вас пришел новичок, вот вы ему говорите, смотри, дорогой, ты сейчас пойдешь по-знакомому, ты столкнешься с возражениями, они тебе будут говорить какие-то возражения. Вот знаешь, что им говори? Я тоже так думал. Вот используйте это, пусть ваши новички говорят, я тоже так думал. Ну, представляешь, я дал себе шанс, и я разобрался, что это на самом деле не так, а вот так, вот так, вот так. Как ты теперь считаешь? Вот. Я еще очень часто говорила, ты что думаешь, что я дура? Я с вами знакома так и говорила. А не да, Анна, это все фигня. Я говорю, ты что, считаешь меня дурой? Я никогда в жизни не пойду туда, в чем я не уверена. Перед тем, как идти, я разобралась, я изучила. Для того, чтобы представить, я зову своих знакомых. Представь, я зову тебя, ты моя подруга. Вот если я не уверена в том, что я делаю, буду я тебя приглашать? Ну вот скажи, нормальный человек, если я не уверена в том, что я делаю, да я никогда в жизни своих знакомых не позову. Никогда в жизни своего брата. Я всегда говорю, мой брат родной со мной в бизнесе. Я его первого позвала, потому что я уверена в том, что я делаю, понимаешь? Уверена, и я буду звать тебя, 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 своих знакомых только потому, что я уверена в том, что я делаю. Я знаю, что этот бизнес поможет не только мне, но и моим партнерам, моим знакомым. Соответственно, делайте до результата, и ваша готовность, ваша, получить здесь результат, она будет заряжать людей. Не бояться слышать отказы. Ну это, я думаю, всем понятно. Ребят, если вы боитесь слышать нет, если вы говорите, ну если я пять раз услышу нет, то, наверное, у меня не получилось. То есть вы даже не начинайте. Если вы, вы должны быть настроены, что у вас будет много отказов. Ничего страшного. Вначале их особенно много. Ничего страшного. Это придут потом. Вот. Ни за кого не решайте, пишите и приглашайте всех. Всех, ребята. Всех. Вот всех, кого знаете. Не принимайте решения. Ваши действия. Имейте систему ежедневных действий. Вот есть у вас час, но выделите вы час на рекрутинг. Есть у вас полчаса, но выделите полчаса на рекрутинг. Выделите два, если есть у вас два. Но это должно быть каждый день. Даже если по чуть-чуть, но каждый день. Понимаете? Так. Рекрутинг – это количество. Ну это понятно, да, то, что нужно каждый день делать количество, количество, количество. И вообще, в принципе, любой навык – это количество. Не умею делать презентацию бизнеса, сделайте ее 50 раз, и у вас получится. Не умею проводить вебинар, сделайте ее, проведите 20 раз, и у вас получится. А еще с легкостью будете это делать. Не умею, там, я не знаю, делать 150 баллов, да, потому что у меня никто не покупает. Ну приглашите, предложите еще нескольким людям. У нас вот в чате, да, в БМД недавно появился мальчик. Он в первый день, в нулевой день каталога сделал 600 баллов. Может быть, видели. Он, кстати, вчера на вопросы отвечал. Никита его зовут. Парень молодой. Вот, поверь мне, сколько ему лет, я не знаю, 20 или 21, я не помню. Я как увидела, что он 600 баллов сделал, я ему сразу в личку пишу. Никита, привет, меня Люб зовут. Расскажи, пожалуйста, как ты делаешь 600 баллов в нулевой день каталога? Он говорит, Люб, я предложил 20 людям, они мне сказали, не, ничего у тебя покупать не буду. А 21-го он предложил, он у меня купил, и попернул. Прикинь, начали покупать люди. Вот, понимаете? Он говорит, да это у меня реально столько людей. Сказали, да мне не нужен репайн, да я не хочу. Я думаю, вот оно вы, ребята, количество действий. Он мне остановился, он бы мог сказать, я 20 людям каталог дал знакомым. Они сказали, блин, я не хочу у тебя покупать. Я часто такое слышу, ребята. То же самое с приглашением. Я 20 людям рассказала, они не пошли за мной. Да пойдет 21-й, поверьте, пойдет. Вот, найдете своих. Зачем вам люди, которые отказывают? Потом придут, когда будут готовы. Вот будут готовы, зато придут уже работать будут. Они сейчас просто зарегистрируются ради регистрации, делать ничего не будут. Это тяжелее, поверьте мне. Вот, выводите на телефонный разговор. Ребята, мы говорим о знакомых. Разговаривайте с ними, встречайтесь с ними, общайтесь. Вот я пригласила девочку, которую моя подружка Машка. Я когда пришла в бизнес, я помню, ехала, да, за рулем ехала, звонила, звоню ей, рассказываю обиды, она говорит, не, ну, нет, я говорю, ну, хорошо, нет, нет, я помню, я еще, может быть, не умела работать с возражением или что-то не так было, не помню. Я приехала оборотить, говорю, Машка, давай встретимся. Какое-то время прошло, может быть, месяц или два. Я приехала, мы с ней встретились где-то возле каком-то торговом центре, мы сели, и я давай ей рассказывать. Я прям помню этот момент, у меня, ребята, горят глаза. Ну, вот точно так же эмоционально, как и сейчас, я всегда рассказываю эмоциональное обиды, я говорю, смотри, вот это, вот это, вот это все. Она потом зарегистрировалась и говорит, блин, Люк, что я теперь с начала отказала, у меня сейчас уже людей больше было и так далее. Я говорю, ну, что, Маша, это твое время. Вот, мы с ней встретились, она согласилась, ну, по телефону не согласилась, ну, ничего страшного, это же не значит, что я не буду ее звать больше. Продолжайте общаться, вот, продолжайте общаться с теми, кто вам отказал, и все. Поэтому, ребята, простите, что я так долго, никогда не останавливайтесь, никогда не делайте выводы за людей, никогда не решайте за людей, делайте, делайте до результата, результат обязательно. Обязательно, в любом деле, в любом начинании. Когда ребенок начинает ходить, да, и 10 раз упадет, вы же не говорите ему, слушай, ну, наверное, это не твое. Ну, не пойдешь ты, ну, не твое это все, не получится у тебя. Получится, ребята, дети начинают ходить и разговаривать начинают. Я в детстве Ре не выговаривала, я ходила и говорила, у меня не получалось. Ну, сейчас же Ре нормально, все, выговариваю, понимаете, так же я села за руль, ребят. Я сразу въехала во встречку, пересекла двойную сплошную и, понимаете, и могла сказать, что, ну, блин, наверное, машина, это не мое. После каждой аварии, которой вначале, я могла сказать, это не мое. Но я сказала, нет, я буду ездить, я села и поехала. Без никого, сама. И ездила, 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 ездила. И поверьте мне, сейчас я чувствую себя прекрасно за рулем, когда я уже, сколько, 4 года. Вот, поэтому спасибо. Охеренный вебинар, спасибо, Андрюха, большое. Вот, ребят, ну все, если у вас есть вопросы, поставьте единичку, я вам отвечу. Просто, ну, подожду, пока вы напишите вопрос. Можете задавать без проблем. Если нет вопросов, то поставьте просто спасибо. И я буду очень рада, если вы напишите, может быть, в менеджерском чате обратную связь вебинара, то это вообще будет для меня счастье, потому что вы видите, я заряжаюсь от вас. Вы, может быть, заряжаетесь от меня, дай бог. Вот, и мне вот ваша обратная связь, она максимально важна. Так что, если не сложно, если понравилось, напишите обратную связь в менеджерском чате. Что для себя взяли, что услышали, что понравилось, что не понравилось. Вот, все пишите, я буду только рада. Спасибо вам огромное. Так, да, завершить запись. Спасибо вам огромное.